Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете новости на канале ИТОН ТВ. Все самые главные и важные события дня в Израиле и мире, в одной программе прямо сейчас на нашем канале. Сегодня 23 октября, среда, 383 день войны в Израиле. И это главные новости на канале ИТОН ТВ. Сегодня в новостях. Госсекретарь США попросил Нетаньягу сократить удар по Ирану. Резервисты Цахал устали и возмущаются неравенством. По заданию Ирана семь жителей Иерусалима пытались убить израильского ученого-ядерщика. Старший сержант Саар-Элиат Наварский погиб на Северном фронте. Полиция задержала десятки палестинских нелегалов в городах Израиля. Хизбалла угрожает Израилю захватом заложников. Работники порта в Хайфе получили СМС-сообщение с террористическими угрозами. Иран угрожает атаковать ядерные объекты и аэропорты Израиля. Россия выводит свои войска с сирийской части голландских высот. Европейский суд по правам человека впервые удовлетворил иски десятков россиян иноагентов. Энтони Блинкен снова убеждал Израиль прекратить войну на всех фронтах и перейти к дипломатии. Премьер-министр Беньямин Нетаньяго встретился 22 октября с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча проходила около двух с половиной часов. На ней обсуждались боевые действия в Ливане и Газе, а также ситуация с Ираном и возможная сделка по освобождению заложников. На встрече Блинкен попросил Нетаньяго еще больше сократить масштаб ожидаемого в ближайшее время ответного удара Израиля по Ирану, сведя его к атаке по военным объектам, а не по ядерным или нефтяным. Канцелярия премьер-министра заявила в ответ, что любой план по прекращению войны должен достигать военных целей Израиля, а именно, вернуть всех заложников, ликвидировать военный и правительственный потенциал Хамаса, а также гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. Сообщается, что премьер-министр поблагодарил госсекретаря за поддержку США в борьбе против иранской оси зла и проинформировал об операции Цахал в Ливане. Начальник генштаба Цахал посетил Южный Ливан. Он провел совещание с командирами боевых бригад. Кроме хода боевых действий, они обсуждали также психологическое состояние солдат боевых частей, срочников и резервистов. Командиры рассказали об истощении резервистов. Они уже больше года находятся на передовой и вынуждены надолго оставить свои семьи. У многих начались финансовые трудности из-за ущерба их бизнесам и работе. В армии нарастает возмущение неравенством несений службы. Оно особенно усиливается на фоне того, что правящая коалиция намеревается принять закон о призыве, освобождающий ультраортодоксальную молодежь от срочной службы в армии. Несмотря на трудности, командиры бригад сообщили о высокой мотивации. Солдаты-резервисты по-прежнему прибывают на службу в боевые части. Разрешена к публикации информация об аресте семерых жителей Бейт-Сафафы на юге Иерусалима по подозрению в шпионаже на Иран. Они подозреваются в попытке убийства израильского ученого-ядерщика по заданию иранской разведки. В полиции подчеркивают, что речь идет о пятом за предотвращение покушения на высокопоставленных и значительных израильских граждан, которое планировалось по заданию Ирана. Следствие ведут полиция Израиля и общая служба безопасности Шабак. Сообщается, что члены группировки находились на завершающих этапах приобретения боеприпасов, огнестрельного оружия и гранат, которые они планировали использовать для выполнения заданий иранской разведки. Старший сержант Саар-Элиат Наварский 27 лет из Тель-Авива погиб в боевых действиях на Северном фронте. Саар-Наварский служил в 508 батальоне артиллерийской бригады Адерим. Он погиб в результате ракетного обстрела Кибуцани от Мардиха и Верхнее Галилея. Еще трое военнослужащих из этого же батальона получили тяжелые ранения. Также вчера в бою на юге Ливана был тяжело ранен резервист 9203 батальона бригады Александрони. В дорожно-транспортном происшествии во время оперативной деятельности в районе сектора Газа погиб 21-летний старший сержант и шайман боец 50 батальона бригады Нахаль. Вечная память павшим героям Израиля. Несмотря на полный запрет въезда в Израиль из палестинской автономии, полиция выявляет десятки нелегалов каждую неделю. Полиция Израиля 22 октября провела масштабную операцию по поимке палестинских нелегалов, работающих в разных районах страны. Несмотря на то, что жителям палестинской автономии запрещен въезд в Израиль после 7 октября 2023 года, было возбуждено более 10 тысяч уголовных дел за незаконное пребывание в стране. При этом каждую неделю по всему Израилю полиция и Магав задерживают сотни нелегалов. Главная задача – предотвратить террористические акты, которые нелегалы могут организовать в Самарии и Иудее. Полиция выявляет и тех, кто нанимает их. Даже если работодатели не знают о намерениях этих людей, строительные объекты закрываются, и все привлекаются к уголовной ответственности. Как отметили в полиции, по итогам рейдов минувшей недели были задержаны 760 нелегалов и еще 50 работодателей и тех, кто организовывал им проезд и ночлег. Некоторые нелегалы имели поддельные удостоверения личности, другие носили цепочки с кулоном в виде магендовиды и кипы на голове, чтобы походить на евреев. Друзья, хотим вам напомнить, что мы просим вас ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. В Хизбалле перевели угрозы на новый уровень, теперь боевики заговорили о захвате заложников. Руководитель Хизбаллы Мохаммад Афиф сделал угрожающее заявление, заявив, что вскоре боевики организации захватят пленных и начнут переговоры об их обмене. Он также отметил, что система командования и управления Хизбаллы работает эффективно, а линии тылового обеспечения восстановлены. По его словам, в распоряжении организации находится больше бойцов, чем требуется на фронтах, и интенсивность операций как оборонительных, так и наступательных ежедневно увеличивается. Стоит отметить, что во время общения с Афифой, ливанские журналисты не стали дослушивать угрозы Хизбаллы и свернули микрофоны раньше, чем договорил лидер боевиков. В течение последних суток многие работники и чиновники порта Хайфы получили на свои личные телефоны одинаковые смс-сообщения с угрозами террористического характера. В этих сообщениях содержалась информация о том, что порт станет объектом ракетного удара, и что сотрудникам будет предоставлена возможность эвакуироваться заранее. Эксперты спецслужб предполагают, что за этими угрозами стоят проиранские хакеры, однако остается открытым вопрос, насколько реально угроза теракта или же это попытка создать панику и нарушить работу порта. представитель порта Хайфы сообщил, что это не повлияло на их работу, и все системы продолжают функционировать в обычном режиме. Иран угрожает, если Израиль попытается ликвидировать Хамени, атакуем ядерные объекты и аэропорты. Иран отреагировал на высказывание членов правительства в Израиле о том, что в ответ на атаку Хизбаллы по резиденции премьер-министра Нитаниягу нужно уничтожить верховного лидера Исламской республики, а это Лухамени. Иран заявил, что в случае такой попытки Тегеран может атаковать ядерные объекты, экономическую инфраструктуру Израиля, военные объекты и аэропорты. По оценкам в Израиле, покушение на премьера могло заставить правительство ужесточить планируемый ответный удар по Ирану. Россия выводит подразделения, дислоцированные в районе Кунейтры, с сирийской части голландских высот на границе с Израилем. По данным источников, российские военные переместились восточнее, в район округа Дара. В ходе передислокации были задействованы три армейские колонны, включавшие автомобили и бронетехнику. Также был замечен автомобиль сопровождения, предположительно принадлежащий местным боевикам, связанным с сирийскими службами безопасности. Европейский суд по правам человека вынес решение по объединенному иску на граждан и организаций, объявленных в России иностранными агентами. Это первое решение суда по жалобам физических лиц, получившими статус иноагента. Суд признал Россию виновной в нарушении прав человека и постановил выплатить компенсацию материального и нематериального ущерба, а также судебные издержки. Сумма выплат составит от 5 до 10 тысяч евро. Самая большая выплата из уже назначенных 955 тысяч евро это компенсация материального ущерба радио Свобода и ее гендиректору Андрею Шарому. Это первое решение по жалобам физических лиц, объявленных иностранными агентами. Служба новостей канала ИТОН ТВ просит вас ставить лайки под нашими видео, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы про... Это были главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Чтобы не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал.